приветствую дорогие друзья дорогие братья сестры детки сегодня собрание когда вы сидите на особым месте кто здесь первый раз сидит все уже здесь сидели ты первый раз сидишь хорошо сегодня тебе интересно будет детки вспомним какая у вас тема в лагере была кто помнит о кого мы говорили вы про даниила дорогие друзья дорогая церковь мне сегодня хотелось внимание уделить немножко для наших детей потому что они сегодня впереди сидят и слово проповедь которая будет направлена она будет более направлена к детям нашим чтобы для них это было слово детки кто помнит имена друзей даниила первое имя кто знает первое место сидрах кто еще знает в месах так еще 3 пика а в динага совершенно верно а кто и знает еврейские имена которые у них были на самом деле настоящие имена помните когда их в плен взяли на ухода носа он им дал новые имена и вы сказали их не новые имена а кто знает их старые имена не старые точнее их настоящие имена еврейские имена да хорошо вы забыли я вам напомню сидраха звали анания месаила звали месаха звали месаилом а обдинага звали азария вот помните когда эти четыре человека даниил и его три друга они были в плену и вот когда они их взяли в плен и когда их посадили в тюрьму они первое время были в тюрьме и когда они там находились и и им давали кушать пищу которую кушал кто который пищу которую кушал царь да правильно царь но какое их было решение помните что они решили сделать с этой пищей они кушали также как и все люди ели кто помнит ну говори да совершенно верно ту пищу которую предлагает жил царь они ее не ели они ели только овощи фрукты и пили воду знаете интересно посмотреть на этих людей они были в чужой стране они не были уже дома не не были со своими рядом со своими родителями но знаете их наверно родители научили и объяснили им что вот другую пищу ее нельзя кушать вы не должны ее кушать а вы должны будете есть другую пищу знаете когда родители воспитали этих детей они их научили чтобы они были послушные и вот когда они оказались другой стране они почему-то все равно были послушные богу детки может быть у вас бывает жизни такое что когда ваши родители вас чему-то воспитывают вас говорят чтобы вы вот так вот так поступали а вот это вы не делали вот такие слова плохие не говорили и когда вы оказываетесь в таком месте где ваши папа с мама рядом нету вас никто не видит ваши родители вас не видят ваши братья сестры а ладно никого нету я могу говорить слова какие хочу я могу поступать как хочу могу обидеть кого-то могу подраться с кем-то вести себя нехорошо папа с мамой же рядом нету они же не видят видите вот эти люди они знали что папы с мама рядом нету но они все равно решили не кушать эту пищу если папа с мамой говорят не ешь вот это их нету все равно я поем а потом у нас зуб начинает болеть потому что мы конфеты наелись живот болит потому что мы мороженое наелись или к чему-нибудь другого мы папа с мамой не послушались а вот эти люди они слушались знаете потом и господь благословил 17 в первой главе 17 стихе в 19 стихе бог благослописано что бог благословил этих людей они потом когда их посмотрели на них что они кушали не царскую пищу а вот эти овощи фрукты и воду они были хорошо выглядели знаете если рядом нету папы с мамой это значит что это не значит что мы можем делать все что хотим никто не видит знаете шли по улице два друга два мальчика и вот один из них увидел велосипед возле чего то дома стоит такой красивый новый велосипед велосипед он хотел такой велосипед а у него нету его он другу говорит возьмем его он где ты чего нельзя это же чужой велосипед он посмотрел на право налево направо назад никого нету взял велосипед и поехал угри знаешь что ты забыл наверх посмотреть а бог же видит что ты взял чужой велосипед у детки смотрите когда мы находимся в школе или в другом месте давайте будем помнить что если папы с мамой рядом нету это не значит что мы себе можем вести как хотим а бог который там наверху он видит нас он видит когда мы говорим плохие слова слышит когда мы плохие слова говорим когда мы ведем себя плохо когда мы не слушаемся когда мы может быть обижаем других бог это видит когда может можем что-то чужое взять может быть другие люди этого не видят наши папа с мамой не видят а бог же видит помним иосифа да когда когда он был тоже в плен, взяли его, Иосифа. И он там находился, там рядом папы с мамой не было. Там и братьев его не было. Он там был сам один, но он знал, что грех нельзя делать, потому что не папа с мамой не видят, а потому что Бог на небе, он это видит. Детки, хотелось бы, чтобы мы с вами помнили то, что когда мы находимся где-то, где рядом нет папы с мамой, Бог нас видит, наше поведение, как мы себя ведем. И когда вы находитесь где-то, ведите себя так, как ваши папа с мамой вас научили. Не говорить плохие слов, не обижать других, не воровать чужое. Хорошо, детки? Вот такой для нас сегодня урок. Если кто хочет, детки, можете помолиться, чтобы Бог вам помог вести себя правильно, когда папы с мамой рядом нет. Хорошо? Кто хочет, детки, помолитесь. Я в конце помолюсь.